всем привет моим подписчикам вы опять на канале алекс болдун сейчас я нахожусь в турции в отеле eftalia resort вчера только приехали и расскажу свои небольшие впечатления от первых скажем так полутора дней день в пути и вчера половина дня мы уже находились в отеле значит сама дорога прошла как бы скажем так на пять с плюсом передвижение от ухты до сыктывкара от сыктывкара до москвы и москва уже сама турция то есть алания немножко омрачило то что по прибытии в турцию у нас была большая задержка с получением багажа была большая путаница прилетела сразу же 5 или 6 бортов по моему сразу же с трех аэропортов из москвы это домодедово это внуково и шереметьево вот мы прилетели шереметьево и три борта прилетела из-за границы по моему прилетела германия германия болгария и что-то еще что-то заграничное по моему и тоже еще германия не могу точно вам сказать в общем была большая путаница багажа было очень много и почему-то все рейсы были отмечены кроме нашего рейса поэтому мы очень долго прождали багаж бегали от одной ленты другой искали наш багаж смотрели на информационном табло ничего не увидели прождали мы буквально больше часа потратили на это потом получили багаж естественно прошли к своему туроператору туроператор на скорл трейл встретил хорошо показали где нам находятся автобусы вот встречающая сторона уже у нас была adeon tours вот такую брошюрку дали в автобусе сегодня у нас встреча с представителем туроператора валерия отельный гид у нас в 10.30 послушаем что он вам расскажет какие басни крылова какие экскурсии что как но я думаю что стандартная процедура ну и расскажу вам первые впечатления об отеле отель оставил хорошее впечатление территория как я уже знал до этого небольшая отеля ее скажем так как таковой нету это два бассейна даже получается три бассейна один из них маленький бассейны небольшие неглубокие то есть глубина метр двадцать метр тридцать то есть утонуть невозможно вода если не сказать что теплая ну просто горячая к тому времени когда мы прибыли я залез в воду она была как парное молоко выходить просто от нее не хотелось питание питание вот сегодня уже был на завтраке вчера были на ужине на обед мы к сожалению не успели что тоже немножко омрачило как бы наше начало путешествия потому что почему потому что мы прибыли без десяти два пока мы поднялись номер спустились уже в ресторан время было две минуты 3 к сожалению уже кушать было нечего не то что просто не было нечего было всю пищу просто убрали и просто не было официанты наводили порядок но мы естественно развернулись прошли в бар который находился в лобби баре взяли пару бутербродов взяли чай кофе поднялись номер перекусили и начали приводить себя в порядок потом уже спустились вниз и начали обследовать нашу территорию сегодня были на завтраке что хочу сказать про завтрак в отеле и в талия ресурс завтрак стандартный стандартный скажем так на пять баллов есть все необходимое яичница сыр омлет различные фрукты сладости колбаски сыры зелень огурцы помидоры ну то есть выбор стандартный как я думаю что во всех многих отелях то есть голодным на завтрак вы не уйдете чай кофе различные соки натуральных соков конечно нету есть химия типа юпи который мы не употребляем вода не ограниченном количестве я вам уже показывал небольшие стаканчики 200 граммовые в холодильниках находится айран турецкий неплохого качества очень вкусный питательный то есть для завтрака самое то вот вот пока такие впечатления естественно с утра уже вышли заняли места на возле бассейна потому что места занимают очень рано вот ну как я вам уже говорил 10 30 у нас встреча с отельным гидом пока все начинаем отдыхать буду для вас снимать дальше видео буду снимать на трех камерах камера у меня action есть потом есть у меня скрытая камера видео очки качество будет немножко там как бы похуже вот то есть все будет находиться движение зато вы можете увидеть то что я вижу своими глазами и естественно это все будет в движении ну все всем пока пока смотрите наш канал мы отдыхаем и для вас снимаем это видео и и и